Близится главный зимний праздник. Через высокие сугробы сотрудники лесхоза ежедневно прокладывают путь. А все из-за них. Главных виновниц торжества. Вечно зеленых и колючих. Лесники отмечают, что при заготовке хвойных красавиц вред лесу не наносится, поскольку такие деревья специально выращиваются на отведенных для этого плантациях. Через пять лет, через шесть лет они подрастают и начинаем их рубить. Вот у нас плантация подошла, этого год будем рубить. Каждый год вырубаем порядка тысяч, полутора тысяч новогодних елей. Праздничные деревья тщательно выбирают. По пушистее да поярче. По словам лесников, такие простоят дольше и смотрятся красиво. В преддверии новогодних праздников работники лесхоза уделяют большое внимание охране хвойных насаждений от незаконных рубок. Утверждены графики дежурств и маршруты патрулирования. Днем и вечером дежурим. Побывают рубить. Ну, в лесу замок не повесишь. Люди не жалеют свои деньги. Если попадут, то большой штраф. А так елочка стоит 250 рублей. За нарушение лесного законодательства установлены штрафные санкции. Стоит отметить, что в период с 1 декабря и по 31 января за каждую незаконно срубленную елку нарушителю придется заплатить штраф в двойном размере – более 3 тысяч рублей. И это при том, что в лесхозе каждый житель города и района уже может приобрести себе новогоднее дерево всего за 250 рублей. Это средняя цена за елку от 1 до 2 метров. Да хоть сегодня. Уже торгуем. Со вчерашнего дня торгуем в лесхозе. Совсем скоро елки поступят в продажу и на елочные базары. А пока срубленные на плантациях деревья отправляют храниться на склад. Температура там минусовая. А значит, до боя курантов хвойные красавицы не потеряют ни одной иголочки. И будут радовать своих владельцев все новогодние праздники. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.